МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами снова итоговая программа нормального телевидения Мордовии. Главные события недели с точки зрения журналистов 10-го канала. Я Евгений Синькин в центре внимания сегодня. Спорт – это смерть. Мордовские фанаты напомнили чиновникам годы жизни хоккейного и баскетбольного клубов. Сколько месяцев осталось вставать в футбольной Мордовии? И что об этом думает министр спорта Александр Савилов? Экономика зеленого змея Саранск в лидерах самогонного рейтинга России. Что это значит? Нам не хватает денег на магазины, алкоголь? Или все же таки дело вкуса? В центре внимания – тайная жизнь современных самогонщиков. Они снова передумали. Мордовским гаишникам разрешили использовать портативные радары. Как не стать жертвой дорожного развода? В чем ошибается ручной радар? И что делать, если на дороге встает мужчина в форме и с феном в руках? Работать некому. Промышленным предприятиям не хватает умных кадров. Почему никто не хочет быть электриком, где учат на такие профессии? И сколько можно заработать на заводе? Большой репортаж выпуска. Психология доблести. В Мордовской Дубраве силовики со всей России боролись за право надеть краповый берет. Огонь, вода и драка с коллегами. Самый боевой репортаж этой осени на 10-м канале. Басня в тему о случайных людях в медицине. Вредные советы главным врачам наших больниц. В стихах дает Сергей Белоключевский. Избушка ледяная. Из-за долгов республиканские административные здания могут остаться без отопления прямо с чиновниками внутри. На неделе хоронили мордовский спорт. Траурная церемония стоялась на матче футбольной Мордовии с Ростовом на стадионе «Старт». Знакомые покойного пришли с плакатами. Это было бы смешно, если бы не было настолько близко к правде. Болельщики на футбол принесли плакаты с датами смерти известных спортивных команд. 18-й год умер, баскетбол, 19-й – хоккей. Причина в том, что у региона просто нет денег на профессиональные клубы. Именно на здоровом образе жизни в какой-то момент решено было сэкономить. Большие проблемы сегодня у футболистов. Спортсмены мало того, что давно сидят без зарплаты, так еще и должны за аренду стадиона. Почти 45 миллионов рублей. Ситуация в Мордовии критическая. И спокойно ее воспринимающих там, думаю, нет. У футболистов есть опасения за то, что будет дальше. Потому что задержки по зарплате достигают пяти месяцев. Болельщиков, что решили так радикально обратить внимание властей на проблемы большого спорта, можно понять. Долги регионального бюджета забирают у них все новые и новые поводы для радости. За спорт в Мордовии отвечает профильный министр Александр Савилов. В январе он сменил Владимира Киреева. И приход нового руководителя тогда вызывал сдержанный оптимизм. Киреева на закате его министерской карьеры в открытую называли могильщиком республиканского спорта. Является ли Савилов продолжателем этого черного дела? Вопрос пока открытый. В четверг господин министр объявил миру относительно новый для нашего региона формат переговоров. Он пришел на деловой завтрак с представителями туристического бизнеса. Похоронные плакаты на стадионе появились как раз накануне этого совместного сеанса питания. Наши журналисты невольно испортили Александру Савилову поминки, задав простые вопросы. Я не буду это никак комментировать. Ну, а зачем комментировать? Ну, вы видели эти фотографии? Да, видел. Ну, как вы к ним относитесь, я не знаю. Да ну, никак, но у людей есть свое мнение. Они вольны его изъявлять. Люди вольны думать все, что они хотят. Мы же им не можем запретить думать. Но наша задача сделать так, чтобы максимально спорт в Мордовии развивался. И не только профессиональный, а сколько массовый. Мы помним, в каком направлении мастят дороги благими намерениями. Очевидно, что министерству не хватает финансирования. В этом причина всех остальных уже производных проблем. И вряд ли получится совершить прорыв в массовом спорте. Несколько объектов, где как раз люди и могли бы массово оздоровляться и физкультурировать, обесточены. Министерству спорта остается только проводить веселые старты на улице. В те часы, когда делать это позволяет погода и продолжительность светового дня. На неделе ученые из финансового университета при правительстве России придумали индекс самогона. По мнению ученых мужей, объемы производства и потребления самодельного алкоголя – это индикатор расстояния экономики, причем ее человеческой составляющей. Проще говоря, чем больше у людей денег, тем меньше они гонят самогон. Проведя опрос среди россиян, ученые выяснили, что в последнее время изготовление самогона в стране сокращается. Что может говорить о скором росте реальных доходов людей? Но лидерами производства самодельной продукции стали жители пяти городов – Саранска, Ульяновска, Астрахани, Новороссийска и Липецка. Светлана Лашина познакомилась с современными саранскими самогонщиками и теперь готова поспорить с учеными финансового института при правительстве России. Домашний алкоголь и кризис российские ученые нашли способ связать эти понятия. Придумали новую условную единицу измерения – индекс самогона. И тут все едва ли не пропорционально, по мнению исследователей. Больше достаток – меньше необходимость готовить алкоголь самостоятельно. А нехватка средств провоцирует рост производства горячительного в домашних условиях. Только новый термин оказался не таким уж и новым, если зрить в корень проблемы. Об этом в эфире «Десятого канала» еще 10 лет назад говорил врач-нарколог Юрий Юрасов. В какой-то степени рост пьянства отражает общую ситуацию и государственную, и политическую, и экономическую в стране. В какой-то степени, как индикатор. И тут же результаты опроса указали на регионы, где, исходя из такой логики, с экономикой туго. Саранск вошел в пятерку лидеров по производству самогона. Действительно, несколько лет назад с самогонщиками в столице Мордовии начали нешуточную борьбу. Рейды выявляли злостных торговцев, которых наказывали для начала рублем. В какой-то степени провоцируя продолжать зарабатывать на нуждающихся в дозе хоть какого-нибудь алкоголя. Главное, что стало причиной такого внимания к кустарному производству крепких напитков, их качество лабораторной анализы давали пугающие результаты. Количество опасных для здоровья составляющих метанола и сивушных масел превышало все допустимые значения. В таких условиях на таких самодельных аппаратах готовили сотни литров самогона, не особо задумываясь о последствиях. Глава, например, если вот не пьешь этот самогон, на зрение влияет очень. Вот честно, если вот честно вам, окровенно, на зрение влияет. Современные самогонщики, которых еще называют винокурами, к производству алкоголя относятся иначе. Сергей, пожалуй, один из самых известных в Мордовии, говорит, в их сообществе, увлеченных производством домашних напитков, нет ни одного алкоголика. А его личная история началась с пивоварения еще шесть лет назад. Я начал варить пиво ради интереса. То есть не было какой-то причины, что надо сильно или еще какая-то. Это просто было интересно сделать что-то дома, своими руками. Это не занимало много времени, но в итоге это приросло именно в хобби, в домашнее хобби. Советскому подходу к самогонаварению, когда готовили алкоголь из-за безденежья или дефицита, пришел на смену подход творческий. Если углубиться в историю и сравнить, то выводы, конечно, очевидны, говорит Сергей. Раньше то, что гнали, это были довольно простые дешевые напитки. И если мы разберем, для чего это делалось, то как ни крути, мы придем к одному и тому же знаменателю. Это дешево. То есть раньше делали из-за того, что дешево. Будь то свадьба, будь то проводы в армию или еще какие-то события, всегда гнали, потому что нужно было много напитка и дешево. Да и продавали, потому что при минимальных затратах получали максимальную выручку. Сейчас самогонаварение – это не примитивный способ получить алкоголь. Потому что простой дистиллят сегодня мало интересует винокуров. В коллекции приготовленных напитков у Сергея есть и простейшая сливовица, и фруктовые ликеры, и виски, и ром, выдержанный в дубовой бочке в течение 15 месяцев. То есть подход «сварил, давайте срочно употреблять» здесь не работает. Поэтому брать количество производимого самогона как показателя состояния экономики не совсем верно, резюмирует Сергей. У растущего интереса к самогонаварению другие причины. Все-таки это никак не из-за плохой экономической ситуации. Возможно, это здесь несколько факторов. Ну, например, такой, как стало больше информации. То есть стало больше информации в сети, потому что за рубежом давно уже занимаются домашние дистилляции. Как бы есть YouTube, есть форумы, люди стали узнавать и делать это сами. Плюс, я думаю, что не отвечает требованиям нашего, так сказать, человека то, что продается в магазине. По крайней мере, за доступные деньги. То есть, я говорю, какие-то хорошие напитки стоят уже очень дорого. Прямо на наших глазах Сергей готовит джин. Прежде чем начать процесс перегонки, пару недель настаивалось сырье. Теперь современный аппарат превратит его в популярный напиток. К слову сказать, для разных видов алкоголя используют разные модификации аппаратов. Сегодняшнее оборудование разительно отличается от того, что было раньше. Процесс контролируется различными измерителями, конструкция исключает взрыв. Но и стоят такие агрегаты в разы дороже. Даже этот факт говорит о том, что далеко не каждый вот так просто может позволить себе купить самогонный аппарат. Если углубиться в математику, то напиток, подобный дорогим магазинам, не может стоить дешево. Специфическое сырье, специальные дрожжи, прибавляем амортизацию оборудования, потраченные электроэнергию, воду и личное время. Продавать такой напиток вряд ли кто захочет за доступную для алкоголиков сумму. Но, конечно, если сравнить цену простой бутылки магазинного горячительного и стоимость элементарного домашнего дистиллята, выгода очевидна. Цену на водку, как мы знаем, у нас государство регулирует и устанавливает минимальную цену. Здесь она фиксированная. О дистилляте, если же мы будем говорить, то она может равняться практически нулю. Если, например, это сделано из яблок, они сами по себе выросли, как бы из них получить этот дистиллят ничего не стоит. А если покупать сахар, то чуть подороже будет. Но я думаю, разница будет в пять раз минимум. Одним словом, да, в столице Мордовии гонят, но не на продажу, а совсем по другим причинам. В сравнении с аналогами с прилавков выгоднее. Но самое главное, о чем говорят все, это качество. Когда точно знаешь, из чего и как приготовлен домашний напиток, говорят самогонщики, голова болит меньше. В прямом и переносном смысле. Мне нравится вкус. То, что делаешь. Вот и все. И с него здоровый напиток получается, очень хороший. Не болит ни голова, ничего абсолютно. Действительно, сейчас в Мордовии очень много винокуров. Этот клуб по интересам сильно вырос за последние годы. Только вряд ли это может быть индикатором состояния экономики. Всемирная организация здравоохранения отмечает в России снижение уровня потребления алкоголя на душу населения. Если в 2014-м наша страна занимала четвертое место в рейтинге самых пьющих государств, то к 2019-му сдала две позиции и переместилась на шестую строчку. И вообще, как показывают мировые исследования, вопреки расхожему мнению, большое количество алкоголя потребляют не из-за бедности, а практически наоборот. В лидеры вырываются, как правило, страны с высоким уровнем жизни, где занятость населения низкая, а алкоголь доступный. А вот с психологической точки зрения рост потребления может свидетельствовать о другом. Как нарколог, я не знаю взаимосвязи между экономическими показателями, показателями достижения региона и употреблением алкоголя. То, что употребление алкоголя может, как косвенно свидетельствовать о том, что растет какое-то внутреннее, может быть, недовольство, тревогу людей, которые хотят каким-то образом ее, даже не каким-то, а стандартным образом, наверное, ее погасить. Может быть. Причину потребления, как и причин, почему люди берутся за домашнее изготовление крепких напитков, множество, говорит нарколог Вадим Самылин. Тем не менее, все единодушны во мнении, что это однозначно не индикатор уровня жизни и благополучия человека. Насколько правдивым показателем получится индекс самогона и получится ли вообще, пока неизвестно. Светлана Лашина, Игорь Гангаев, Александр Данилов, Константин Соколов. Программа «В центре внимания». На мордовские дороги возвращаются гаишники в старом, добром образе мужчин с фенами в руках. Чего теперь стоит бояться водителям? Сейчас разберемся. Немного истории. Пару лет назад российские руководители автоинспекции торжественно прощались с ручными радарами. И тогда это смотрелось как дорожная революция. Многие инспекторы, возможно, лили горькие слезы в подушке, поскольку техническое несовершенство тех радаров позволяло нечестным гаишникам договариваться с нарушителями, ну, что называется, на месте. В строй ввели великое множество стационарных камер для штрафов. Со сбой мы в их работе худо-бедно боролись, не без пинков от возмущенной общественности. И теперь вот история повторяется. Фены снова в деле. Во всяком случае, на территории Мордовии. Почему в ГИБДД решили вернуть хорошо забытое старое? Я думаю, есть несколько причин. Во-первых, гаишники, похоже, сами уже запутались. Какие стационарные камеры у них работают, а какие нет. Возможно, они еще и меняются постоянно. Во-вторых, по итогам первого полугодия бюджет республики недополучил кучу денег по статье «Штрафы за нарушение ПДД». Ну и, наконец, ручной радар – это один из способов вернуть придорожному инспектору символ власти – скиптор державы в одном флаконе. Если верить сообщению отдела пропаганды ГИБДД, старые радары перепрошили так, чтобы инспектор и водитель не могли договориться полюбовно и наличными. Говорят, что удалять что-то с карты памяти смогут лишь гаишники при погонах с большими звездами. Но что мешает, например, просто не направить фен в сторону нарушителя с непростыми номерами. На неделю ютуб-канал «Саранское движение» опубликовал очередное видео с очередной машиной МРР. Теперь в кадре проезд на красный свет. Автоматическая камера за такое, по идее, автоматом же и накажет. А вот инспектор срочным радаром легко может и не заметить. И насколько мы уверены в честности и неподкопности гаишников рангом повыше, мы забыли уже невероятную историю господина Шелудякова, который выстроил внутри госавтоинспекции пирамиду по зарабатыванию денег. Или после Шелудякова там весь личный состав сменился и оставил старые привычки. Советов тут много быть не может. Первый и главный – все же соблюдайте правила дорожного движения. А если есть подозрения, что вас обвиняют в том, чего вы не совершали, включайте камеру в телефоне и фиксируйте все подряд. Помните, зло всегда боится огласки. Девять из десяти самых дефицитных профессий в России – это сварщики, слесари, грузчики, сборщики, шлифовальщики. В общем, те самые люди, которых классическая экономическая наука относит к разряду синих воротничков. Такие данные на деле опубликовали аналитики Headhunter. Недостаток квалифицированных рабочих – это один из тормозов всей российской промышленности. Мне известны случаи, когда заводы годами искали хорошего, например, электромонтера или слесаря. Так на каком этапе система подготовки синих воротничков дает сбой? В чем тут дело? В непопулярности работ на заводе в принципе, низкой зарплате или в чем-то другом? Ответы искал Павел Степаненко. Попадаешь в заводской цех и сразу понимаешь, почему в противовес офисным белым воротничкам людей рабочих профессий называют синими воротничками. Они на самом деле носят синюю одежду. Так вышло, что Вячеслав, с которым мы познакомились на Саранском заводе резинотехника, сменил цвет воротника, еще даже не закончив педагогически. Я работаю с 2012 года. В этот момент как раз в эксплуатацию запускалась новая немецкая линия Рубикон. Но нам немного тяжелее пришлось из-за того, что линия только осваивалась, она новая. Нас обучали немецкие специалисты изначально. Потом к чему-то сами начали доходить, где-то набираться опыта. Сейчас у Вячеслава этого опыта уже 7 лет и должность мастера производственного участка. Такую смену родозанятий он ни в коем случае не считает движением вниз. Да и в момент устройства на работу не считал. Я ни в коем случае не смущался. Здесь все новейшее оборудование стоит, везде электроника. Требуется образование, чтобы специалисты квалифицированные были. Умели обращаться с компьютерами и со всей техникой. Вячеслав получил аттестат как раз в то время, когда понятия школьный выпускник и вузовский абитуриент практически слились в одно. Уже тогда наметилась тревожная тенденция. Доля вчерашних школьников, выбирающих для себя именно высшее образование, стала приближаться к 100%. Ну, наверное, из 30 человек у нас в классе было. Где-то человек 27 пошли поступать на высшее образование, получают. Отсюда явный перекос на рынке труда. Сначала он был не очень заметен, теперь доходит до крайностей. Средний возраст, к примеру, в технической службе сегодня, за исключением ИТР, это 50 лет. Соответственно, уход это на пенсию. Проблема в передаче компетенций новым молодым персоналам, так как его и нет на сегодняшний день. Тот молодой рабочий ресурс, который сегодня приходит, он имеет, как практика, показывает низкие компетенции. То есть профессиональная учебная база достаточно низка. Работать кому-то надо. Оттого и выходит, что у особо ценных работников даже заслуженный отдых порой получается кратковременным. Был пример, когда мы возвращались с пенсии человека, и он за 40 минут запускал продукт в работу. А мы пытались это сделать ближе до этого 2-3 недели. Соответственно, поговорили, обсудили, обратно взяли его на работу, и он сейчас работает. То есть отдохнул, и вот бывает такое, что так и происходит. Гидравлики уходят на пенсию, отдохнут полгода, мы его уж уговариваем. Вернись, пожалуйста, не имеем сегодня возможности, новых нет, не заменили. Возвращаем. Сказать, что притока молодежи нет совсем, наверное, все-таки нельзя. Новая кровь, пусть и тоненьким ручейком, но все-таки в производственную реку выливается. Так ведь и утечки рабочих рук – дело постоянное. Кто поопытнее говорит, толковым ученикам не хватает терпения. Даже, ну, раз нас они учат. Ну, бывает то, что придет, посмотрит и уйдет. Такие тоже есть. Ну, молодому парню что надо? Ему надо сразу все и сразу. А так не бывает. Всем надо 30 тысяч, 40 тысяч. Ну, это такого не бывает. Просто-напросто. Ну, чтобы получать 30 тысяч, 40 тысяч, сколько здесь нужно проработать? Или вообще не везетесь? Просто прийти, уже подготовлен спецтолистом, и можно получать такие деньги. Пока из 10 пришедших на завод задерживаются 1-2. Это пример одного предприятия, но в целом он отражает ситуацию практически на любом производстве. Я думаю, что сейчас любое производственное предприятие сталкивается с этим понятием – кадровый голод. Здесь и объективные, конечно, причины, и падение престижа производства вообще. Мы постоянно в наборе имеем 30 рабочих вакансий. Это и основные рабочие, и квалифицированный вспомогательный персонал, который обслуживает оборудование. Казалось бы, голодные в кадровом смысле заводы с удовольствием съедят всех выпускников, до которых только смогут дотянуться. И вот она, благодатная Нива, которую профессиональным учебным заведениям пахать и пахать. Но пашут они, похоже, не там. С одной стороны, да, к нам приходят на практику люди. Активно вообще участвуем в программах стажировки, в программах прохождения практики. К нам приходят химики, к нам приходят киповцы, слесари. Но вот как раз скорее учебные заведения привыкли к своим учебным программам и не слышат наши потребности. Иногда очень хочется пригласить на производство преподавателей и сказать, вот посмотрите, что нам нужно. А теперь научите этому своих учеников. В профильных учебных заведениях о потребностях предприятий знают прекрасно. Но знают и еще одно. Нужно быть нацеленными на будущее. Учить тому, что пока только набирает актуальность. Давать знания, умения и навыки, без которых завтра будет не прожить. Там, говорят, некоторые сдвиги в сознании вчерашних школьников и их родителей все-таки наметились. За последние годы количество абитуриентов неуклонно растет. Это связано в первую очередь с популярностью рабочих профессий в настоящее время. Если говорить о специальности технической эксплуатации и ремонт радиоэлектронной техники, технической эксплуатации и обслуживании электрического и электромеханического оборудования, то это специальности, на которых стабильно высокий конкурс. До двух человек на место. Такое ощущение, что мы за один день побывали в двух разных реальностях. В одной молодежь не представляет себе будущего без высшего образования. В другой не видит в немедленном его получении никакого смысла. Ну, где-то три четверти поступили в среднеспециальные. Нам говорили, типа, оставайтесь, то есть мы рады, будем вас видеть дальше в школе. Но, не знаю, как-то больше хотелось уже повзрослеть, скажем так. Но, судя по статистике, таких желающих поскорее повзрослеть все-таки немного. А прозрения порой бывают несколько запоздалыми. Попадаются и примеры уж совсем из области фантастики. В этом году буквально пришел к нам абитуриент на заочное отделение, на специальность как раз на электрика, обучиться, имея диплом врача. Даже так? Даже так. Вот спрашиваем, причем открываем аттестат, средний балл 5,0. Он говорит, да, у меня медицинское образование, но я уже несколько лет не работаю, я работаю именно электриком. Я понял, что медицина – это не мое. То есть реализовывая амбиции родителей, скажем, еще выпускником школы он поступил на медицинский, но в свои 30 лет он понял, что электричество – это его жизнь. Артем нам не говорил, что электричество – это его жизнь. Но в свои неполные 20 вместе с товарищем с легкостью и на время собирает настоящие схемы и заставляет их работать. Также с легкостью может представить себя на заводе, но не простым рабочим, а начальником. Электрика и механика есть на всех заводах, на всех предприятиях. И если хорошо этим уметь, владеть этим, то достаточно будешь специализированный и требовательный. То есть как бы всегда на работу можно устроиться. Как считаешь, сколько получать будешь, когда придешь на предприятие? Смотря как работать. Если, допустим, каким-нибудь главным электриком на московском или на нашем мордовском заводе, то, я думаю, до 100 тысяч и больше 100. То есть вот такие перспективы. Как скоро ты планируешь стать главным электриком на мордовском заводе? После окончания высшего учебного заведения. Прямо сразу? Ну, нет. Сколько годам ты планируешь заполучить? Годам, я думаю, к 30. Те, кто постарше, сейчас скажут, 30-летие ближе, чем кажется. Стремиться к высотам прекрасно, но было бы очень неплохо, если бы те, кто идут по этой лестнице, помнили, начинается она с первой ступеньки. Павел Степаненко, Константин Цоколов. Программа «В центре внимания». Репортаж из Дубровлага сегодня не про заключенных и тюрьмы, а про силовиков. В Мордовии состоялись традиционные испытания на правоношение крапового берета. На плацу препятствий вышли представители нескольких российских регионов. Сотрудники разных силовых структур. Краповый берет не дает льгот или повышенного жалования, но за право называться краповиком все равно каждый год нереальным с точки зрения гражданского человека испытанием себя подвергают десятки людей. Так что значит краповый берет? Чтобы понять это, мы отправили в зубополянские леса нашего Константина Курбатова. Самые зрелищные события осени испытаний на право носить краповый берет Десятый канал покажет в мельчайших подробностях. Чтобы вы смогли увидеть больше, чем зрители любого другого канала, мы с моим оператором Игорем Гангаевым пойдем разными курсами. Максимум видео с профессиональной камеры и моей портативной GoPro. К решающему рывку готовятся те, кто прошел отбор. Из 85 бойцов со всей России лишь 54 получили шанс надеть краповый берет. Небольшая разминка и подготовка амуниции. Настрой, честно говоря, отличный. Заряженный по полной. Хотим выложиться на все 100%. Готовились к этому дню. А вот сейчас противоказ, чтобы у нас не отвалился, не развалился. Сейчас крепко все крепления держались. Так скотчем заматываем. Такой специфический запах стоит. Это разогревающая масса для колен, для локтей. Мало ли, холодно на улице. С ними от начала и до конца пройдут путь более опытные бойцы, которые когда-то уже получили краповый знак отличия. Вот посмотрите на парней. Золотой фонд нации. Я так считаю. Кто даже пробует, даже не получается, он пробует. Все равно это люди с большой буквы. Люди с серьезным стержнем, с стальным, металлическим внутри. Они уже настроены. Сейчас уже поздно. И отступать, и сдаваться. Посмотрите на них. Все заряженные. Все заряженные. Поэтому тут будут бежать, пока не будут падать. Короткая речь старших по званию и марш-бросок. Первая преграда, которую нужно преодолеть претендентам на краповый берет, это водоем. В данном случае река глубиной около полутора-двух метров. Нужно отметить, что вода в ней отнюдь не теплая. Я бы даже сказал ледяная. Ее пополняют родники. Лично у меня, как у человека неподготовленного, а не имеют руки. Что говорить о людях, у которых нет специальной одежды, чтобы переодеться. То есть до конца маршрута они побегут холодные и мокрые. Казалось, передвигаться по твердой поверхности будет легче, но трудности только начинались. На берегу под шквальными автоматами с залпами впервые стало тяжело. И сразу после погружения в воду, испытания на прочность уже на суше. Сквозь стрельбу, кувырки и отжимания, они рвутся дальше, к финишной черте. И тут же первая боевая задача. Дотащить или донести на себе раненого товарища смогли немногие. Воображаемые ранения превращались в реальные. У меня травмы ноги, поэтому не смог идти гуськом. Очень сильно защемлял даже. Не смог сделать несколько движений. Сразу выстреливало в ногу очень сильно, и поэтому не смог добежать. Сил много, а бежать могу. А вот именно такой ребенок, как гусек. Еще двое не смогли преодолеть участок по плану, зараженный отравляющими веществами. После болезни не восстановился. Тяжело. 40 лет бегать. О чем думаете в первую очередь сейчас? Вернете еще? Да нет, уже вряд ли. Я там десятки бегать не воряю. Вы тоже сошли? Что у вас не получилось? Утонул противогаз, не смог дышать. Именно так бойцы, имеющие крапу и берет, встречают тех, кто смог преодолеть этот водоем. Наравне с бойцами некоторые этапы пытались пройти и будущие защитники Отечества. Даже физические упражнения они старались выполнять одинаково. Отлично! Я хочу сначала просто попробовать пройти сам, а потом уже, когда вырасту, пройду и сдам на берет. До полосы препятствий добрались меньше половины из тех, кто был с самого начала. Второй год испытаний на этом этапе начинаются с переползания под бронетехникой. А уже дальше самое настоящее – тропа войны. Очередное испытание для тех, кто претендует на краповый берет – это полоса препятствий. Несмотря на кажущуюся легкость, после марша броская всего, что проделали эти ребята, даже деревянные балки кажутся непроходимым препятствием. Граната! Но даже это не напугало никого, хотя силы были на исходе. Как себя чувствуешь? Можешь сказать? Отлично! Готов полщадь берет? Всегда готов! Если честно, у журналистов тоже кончаются силы, потому что мы пробежали от начала и до конца. Стоп! Стоп! Три раза! Раз! Два! Стоп! Сильнее ударь! Последний раз! Хорошо! До сразу! Бей! Один из самых важных моментов – проверка готовности оружия. Старший лейтенант Зинков. Если он не выстрелит, то все, что было пройдено, будет зря. Еще один этап – проверка навыков по штурму высотных зданий. На этом испытании убрали еще несколько фамилий. Работай! Давай! Добавь, 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 добавь! Добавь! Бойцы проявили себя довольно-таки неплохо. Единственное, вот возникает момент первой группы, которая прошла сегодня, не особо у нее получилась вышка. Элемент вышки именно первая группа, вторая уже более-менее достойно себя показала. Следующими элементами испытаний были упражнения по огневой подготовке. Здесь уже никаких холостых. Добавь, борь, борь! 12-12, время стрелка. Разрешай. Близко к бойцу подходить просто не рекомендуется, потому что патроны, которыми ведется огонь по мишеням, настоящие, боевые. Только перед выполнением акробатических упражнений бойцам разрешили переодеться в сухую одежду. Сами претенденты называют это испытание самым легким перед самым трудным. Рукопашный бой – самый важный и самый трудный этап экзамена. Каждый боец должен провести 4 боятинка по 3 минуты с разными партнерами, один из которых – обладатель крапового берета. Этот этап называют кровавым, потому что продержаться 12 минут после всего пройденного сможет только достойно. Одним из первых, гордо выстояв 12 раундов, до конца марафона дошел уже многим знакомый Суламбек Заурбеков из Чечни. Его не остановили 5 прошлых неудачных попыток, а шестой раз стал победным. С первого дня моей служебной деятельности я всегда стремился к завоеванию в высшей степени награды, так как крапового берета – это высшее достоинство для спецназовца. Это был нелегкий путь. Это был нелегкий путь. Конечно, это был нелегкий путь, но тем и с вашей победой. Лучше смерть, чем быть вторым. Ахмад Сила. Наш не везим, не победим. Несерьезные травмы. Все нормально, слава богу. Я эту сдачу ждал с конца прошлой сдачи. И каждый день думал о ней. Каждый день готовился к глянду? Не каждый, но старался. До заветной краповой отметки из многих дошли только семеро. Бойцы из Ярославля, Адыгея, Чечни, Кирова, Карелии и Удмуртии. Мне хотелось бы поблагодарить всех, кто участвовал в моей подготовке и тех, кто переживал за меня, болел искренне. С нетерпением, жду моменты, чтобы приехать домой и поприветствовать личный состав, руководство отряда специального назначения. Это наша общая победа. Понимаю, что совершил, очень долго к этому шел, очень много готовился, очень рад. Но все же еще такое чувство небольшое присутствует, волнение, еще не отошел от сдачи. Звание краповика не дает льгот или повышенного довольствия. Это большая честь вместе с большой ответственностью. Тогда зачем эти люди подвергают себя сверхчеловеческим испытаниям? Первое, это, естественно, подготовка личного состава. И второе, немножко везение и удача на трассе и при прохождении всех испытаний. Но подготовка – мать всего. Ребята были заряжены, ребята были подготовлены и имели огромное желание получить этот символ. Какие же испытания были более сложными? Те, что проверяли силу и ловкость тела или крепость духа. Второе, наверное, важнее. Эти люди шли сквозь грязь, огонь и воду. И дошли до финала. Как говорится, носили воли. Константин Курбатов, Игорь Гангаев. Программа в центре внимания. У Сергея Белоключевского много знакомых в разных сферах нашей жизни. И каждый рискует стать героем остро-сатирической басни. Сегодня мастер иронической поэзии расскажет историю главврача, который занимался чем угодно, но только медициной. Пеньков А.Н. Главврач больницы Энской. Был хват, хотя и родом деревенский. Он с роду интеллектом не блистал, зато больных и медиков достал. И то ему не так, и это плохо. Куда бы ни влезал он, жди подвоха. Он, как главврач, в лечение не вникал, а только пыль на мебели искал. И коль найдет, то штаты отделений он премии лишал без сожалений. С тех пор медсестры ради показух с больными по палатам били мух. Сдували с подоконника пылинки и прятали одежду и ботинки. А после все давали стрякача, чтобы, не дай бог, попасть на главврача. Его больница внешне вся блистала. А вот врачей хороших в ней не стало. В места, где лечат, все перевелись. И тем, чему учили, занялись. А вот Пеньков мечтает стать министром. Чего скрывать? Таких же очень быстро возводят на высокие места. От них ведь внешний лоск и красота. И мы таких Пеньковых видим ныне, увы и ах, не только в медицине. От них лишь только видимость побед, а в сущности они источник бед. При них повсюду ради показух дела забросив бьют по окнам мух. Беда, что от людей такого рода ни грамма нету пользы для народа. И последние на неделе мордовские тепловики рассказали, что многие чиновники этой зимой замерзнут. Причина – многомиллионные долги регионального бюджета за тепло и горячую воду. В связи с этим завхозы очень многих правительственных зданий, находящихся на балансе республики, получили уведомления о возможных ограничениях в подаче теплоносителя. По нашей информации, батареи не потеплеют в учреждениях на улицах Коммунистической и Советской. Какие конкретные источники не сообщил, поэтому можно лишь предполагать, будет ли заморожен так называемый аквариум, дом финансов, дадут ли тепло в Дом печати и Белый дом. И не придется ли депутатам госсобрания превращать очередную сессию в выставку достижений отечественного и зарубежного шубостроения. Тепло в жилые дома Саранска начало поступать в начале недели. Хочется верить, что следующий выпуск в центре внимания вы все будете смотреть в более теплой и душевной обстановке. Живите настоящим, смотрите 10 канал Мордови24. Увидимся через неделю, 5 октября. Не переключайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok